Итак, дорогие друзья, всем доброго времени суток, у микрофона как всегда я Роин, думаю вы по названию видеоролика поняли, что тут будет происходить, а если вы не поняли, я вам сейчас расскажу. В этом видео я вам покажу и расскажу, почему же рублевский сервер умер, почему он стал ужасным и так далее. На создание данного видеоролика ушло около двух недель, поэтому я думаю, что данный видеоролик заслуживает 100% лайка, комментарии и подписки на мой канал. Ну и перед началом видеоролика я вам хочу напомнить, что у меня есть мой телеграм канал, там я скидываю промокоды, также вы можете узнать, когда выйдет новое видео или когда же будет стрим. Ну и конечно же, если ты еще не играешь на проекте NextRP, переходи в описание, скачивай игру по ссылке в описании. Первые 6 часов игры вводи мой личный промокод Роин, который даст тебе очень много плюшек при регистрации и при старте игры. Все плюшки, которые вам дает мой промокод вы видели у себя на экране и также они будут в описании. И скажу вам сразу, в этом видео будет скинуть промокод. Чтобы вам его ввести, вам нужно собрать полностью все буквы и цифры, если конечно же они будут. Вам нужно будет перейти в Escape, в магазин и там ввести промокод, который вы собрали по буквам, ну или же по цифрам. Ну а я не буду долго затягивать, мы будем переходить к самому видеоролику. Поехали! Заходя на рублевский сервер, я появился в КРК и первым же делом я встретил интересного сотрудника, который никак на мои действия не реагировал, хоть я нарушал ПДД. Что было, какая его реакция, вы можете сейчас это посмотреть. Но я как понимаю сотруднику по барабану. Ну, я как понимаю ему без разницы на меня. Данный сотрудник просто полечился и поехал по своим делам. Ну а мы перетягаемся чуть-чуть дальше. У вас наверное появился вопрос, почему я стою около детской одежды и обуви. А вы посмотрите. Первый уровень. И хуй не надо тебе, питомец. Блять, помочи. У тебя проблемы? Бать, себе проблемы, кто это? Ну-ну-ну, никак не убить, да? Сушь, ебаный. Да блять, заткнись, молодец. Сука, у тебя маленький еще левел, блять, молочи. Че, че, дурка, 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 дурка. Ну, блять, заткните тебя, левел первый. Ребенок, Дурка, дурк, дурка. Че, че, пошел кухню ему, я не буду, лово. Блять, дурка, дурка, дурка. Гард Димон, короче, я к больничке. Че, ебаный, тут мне не может убить твое. Заткнись за бое с первым уровнем. Парам. Думаю, вам теперь понятно, для чего я стоял около детской одежды и обуви. Ну а мы передвигаемся уже дальше. Говорят, больница нужна для того, чтобы в ней лечились люди. Но нужно лечиться не только людям, но и сотрудникам. Что ещё раз? Какого задания? Проверка документов. Ну и что то, что это задание, это же не основание. Я без звука. Киньте лайк. Нету. А, ну типа ну да. А, ну он ещё, а не подскажите, что вы в это с НСК или с ГРК в Москве делаете? Я думаю, вам в принципе ничего объяснять не нужно. Если вы шарите, что такое РП, то я думаю, вы знаете, что нарушили данные сотрудники. Но вы могли подумать, это всё на больнице Москвы. Но это не так. Пошлите смотреть дальше. Смотри, умозаключение. Получается, вот как молодого мужчину назвать? Молодой человек, правильно? Да. Как вот молодую женщину, ты скажешь, называют девушка? И вот, короче, умозаключение. Готовься. Получается, что девушка не равно молодой человек, следовательно, девушка не равно человек. Блин. Здравствуй, таблеточку можно? Интересно, будет ли РП какое-либо? Спасибо. Ну, тип РП ещё не отыграл. Ну, я всё, конечно, понимаю. Сотрудники стоят, разговаривают вообще о своём по форме. Ну и меня вылечили без биндов. У кого всё в порядке с чувством юмора, я думаю, вы шутку заценили. Но мне очень интересно, почему сотрудники по форме так общаются, а стоят, разговаривают по форме. Ну а самое интересное в этом моменте, то, что меня сотрудник вылечил без каких-либо биндов. От слова совсем, он не отыграл то, что мне передал таблетку. Ну, как вы видите, я нахожусь в ППС Москвы. Что тут было, вы сейчас увидите. Генерал тут стоит. Давайте штраф. Штрафы типа мы оплачиваем туда-сюда. Товарищ генерал, мне страшно. Можете убрать, пожалуйста, я штрафы оплатить не могу. Спасибо. Всё, типа мы стоим оплачиваем, всё, туда-сюда, да. Всё, типа мы оплатили. Генерал тут боевой, так скажем. Типы просто что-то стоять делают. Ух ты! А нахуя он стреляет? Нихуя. Саша, чё он сделал? Обычно. Документы у меня спрашиваете у сотрудника? Да я вижу. Да, чё, 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 чё? Чё, чё? Чё, 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 чё? Чё, 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 чё? Чё, 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 чё? Чё, 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 чё? Мне интересно, почему старший сержант задерживает старшину? Нет, такое же вопрос. Статью выдал 1.2, идеальный. Всё, и повёл меня в КП за идеаль. Ебать. Он его садить пошёл, что ли? Да ну нахуя, я не верю, что садить... Блядь. По сути, он его садить, что ли, пошёл? Охуеть. Да, у меня есть как раз такие. Хорошо, что-то, когда там будет видно, ладно, пока вас садят. Нет, у нас хорошо. Охуеть. Конечно, я не понимаю, зачем сотрудник посадил своего сотрудника, даже того, посадил который старше его по званию. Но не просто так сзади меня стоит машина. На очереди ДПС города Новороссийска. Аварийную ситуацию создаёте, это чё такое? Вот, вот ДТП и оформляйте, сержант. На ваших глазах ДТП было. Товарищ, что ДТП произошло с вашим участием? Благодаря вам. А оформлять, ну что, мы его что-то будем? Вон, товарищ лейтенант врезался в это, в такси. Оформляйте. Где я в такси врезался, есть видеофиксация среди видеорегистраторов? Конечно. Боди камера всё пишет. Покажите мне, покажите мне. Покажите, 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 покажите. Спецсвязь имеется? Покажите, покажите. Ну, тебя ещё добавить надо, норма, брату. У меня даже КБ на машине не санкнулось. Ну, я так понимаю. Ну, купите, погоди, 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 погоди. Нет. Куда он у них уже? А я правильно понимаю, что у нас ППС работает по ориентировкам, которые на машину? Да, господа, вы всё правильно понимаете. Я обратился к вам по той причине, что в ориентировке указано номер шины. Вот, её марка, соответственно, вам передать. А что вы мне рассказываете? У ППС нету таких ориентировок на машину. Это только у ДПС. В ППС они только по гражданскому лицу могут работать. Я понимаю, потерпевшая в протоколе указала номер машины. Я оперативно прибыл сюда, в отделение у ГБД, чтобы передать вам номера госмашины и объявить её в розыск. Я же не говорю, что я буду работать по этой ориентировке и по машине. Я знаю, что это ваши конкретные обязанности работать с автомобилями. Ну так вы передали ДПС в итоге ориентировку? Да, там у вас полковник, подполковник, Данечка какой-то обыгрывая ему объяснил. Сказал вроде как сообщить, но не заходить не будет. Ну всё, тогда отлично. Работайте, своими делами занимаетесь. Разрешаете? Ну идите, работайте. Блядь, а я что, я какой-то генерал, чтобы у меня разрешение нахуй спрашивать, разрешите идти, блядь. Какой особый гарничек? Поверить. Кому проверить? У вас же КОТ-3. Товарищ сержант, у вас КОТ-3, почему багажники проверяете? КОТ-3? Да. Никак нет, мы обратились к КОТ-3, сказали, что информация ложная, КОТ-3 отменен. А зачем вам нужно багажник проверять? Какая причина проверки багажника? Мы что-то нарушили, мы что-то перевозим, или как? Да, никак нет, просто проверочек. Ну а с какой целью проверки? Ну, убить из то, что наши граждане, область, очень порядочная. Так, если бы мы что-то перевозили, мы бы тут при вас не стояли, ничего не выясняли. Не, ну я понимаю, просто вот, не знаю, вот, гражданин в костюме, вот, вы в масочке находитесь, в полоклаве как-то. Но я рэпер, потому что я скрытое лицо. Ну, вот. Нет, ну если вам сложно, извиняюсь, руководство. Если вам сложно, конечно, извините. Я буду вас беспокоить, сонятые люди. Ну вот видишь, когда, блядь, спрашиваешь точную причину, типа, на проверку багажника, они, сука, сливаются, они не могут точно, блядь, сказать. Очень интересные действия от сотрудников ДПС и ППС, но это не закончилось. Передвигаемся к ДПС ГРК. 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 Да. сюда ну и короче в итоге все закончилось вот поэтому принципе я не знаю тут я думаю то что ним газона у них не знаю не знаю гриб свиной продолжает путь он похож на страшную бандюгу стоит только одному чихнуть 20 обосрались перепугу не просто так я тут стою с оружием потому что мы переходим к нашим любителям под улица ухты ебать нихуя ты один в два не вывезешь не просто так он тут стоит пять лет и не просто так он стоит в дпс нск почему это говорю для чего вы конечно же сейчас узнаете но и будет немножечко интересный сержантик пубертатный синдром закончился но вы к моему оди молния может поправить чтобы такие люди работают я вообще люблю да такое мне очень понравился ангель фетиш фетиш пубертатный синдром друг какой-то у вас полковник или кто я там какой-то петух какой-то ну пожалуйста давайте давайте договоримся давайте договоримся давайте договоримся 7 8 9 9 9 да 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 а вы кто такой гражданин маски вам шанс надо было спрошу вы кто такой я кто такой да представьтесь пожалуйста на самом деле не показывать удостоверение в области по требованию гражданина вы должны показывать по требованию гражданин я имею право я имею право не показывать его свое удостоверение в область дачи можете посмотреть да может вы черт в погонах не откуда знать давайте так уверен так вы уже удостоверение мне показали для этого и спрашивал молодым чёрт в погонах вы удостоверение показали чего я типа удостоверился то что вы маленький сотрудник который официально тут работает вот такой видеоролик у нас с вами получился я надеюсь он вам понравился если ребят вы играете на рублевском будьте хоть чуточку адекватней потому что для меня это вообще неадекватное поведение от игроков и вообще от госслужащих очень много ребят по информации игроков рублевского ушло после того как начался такой беспредел да к этому причастна администрация и сами игроки я надеюсь то что хоть чуть-чуть он хотя бы поменяется после моего видеоролика но если вы делаете тут 35 лайков я залетаю снова на рублевский и мы проверяем уже полностью фракции ну а так всем спасибо за просмотр и всем пока пока а